Дмитрий Александрович, представитель Голочинской републики Хондон-Мансийской конкурсии, мне поручил передать вам благодарность за высокопрофессиональную организацию лечения больных, сердополи, человечность, целеустремленность, собранность, железные нервы, веру в лечении больных в себя. Дай Бог вам крепких нервов и здоровья, и удачи, и успехов. Рассказывает руководитель медучреждения Дмитрий Горайс. Вот ватники, которые мы в голову ставим. Вот эта вот коробка, все просрочено. Помпа, которую мы ставим детям. Главврач это понимает, как никто другой. Устанавливаем детям, а списываем их, как новые. Главная миссия, которая стоит перед травматологом, это... Потом мы все пропитанное формалином ставим человеку. Вернуть утраченное здоровье, восстановить трудоспособность человека, который внезапно ее утратил в результате. То есть уже пять лет он просрочен, и мы им работаем. Какой-то либо трагедии, катастрофы, личной оплошности, либо... Ну, это такая свежая просрочка, есть и хуже. Просрочены в 2011 году, 10 лет. Мы им шьем, пользуемся. Беспечности, либо... Это ужас, так работаем и с детьми, и со взрослыми. К сожалению, бывает и злого мысла других людей. Они принуждают нас это делать. Они не дают другой шовный материал, хотя склады забиты вроде как. С ума сойти. И не всегда пациенты справляются с этим. Все это стоит в действующей операционной. Отправляем, сеем и заново пользуемся. То есть бардак полный, всем без разницы. Специалисты Сургутского травмцентра напомнили юным сургутянам и их родителям об опасностях. Это все идет в организм человека, прошивается в организм человека. Все это пропитано формалином. Никому до этого дела нет. Заканчивается это в травмцентре. Убийство человека. И заметил такую тенденцию. Вот эта вся ржавчина летит в рану пациента. Получить какую-либо травму человеку становится все проще, а серьезность повреждений увеличивается. И при сверлении это все попадает в рану пациента. Горячая пора для травматологов. Да разве же у них бывают другие периоды? Стерилизовывается уже несколько раз. Используется он для личинфицированных. Поэтому постоянно требуются новые методики и современное оборудование. Благо, что это у врачей сегодня есть. Эти триллы закупаются у нас в обычных строительных магазинах. Они круглосуточно буквально вытаскивают людей с того света. Или дают путевку в здоровое будущее. Сэкономить на титановых пациентах. В таком состоянии работать очень опасно. Но на то они и доктора, чтобы, несмотря на все препоны и препятствия, нести свою миссию дальше. Лечить и давать надежду на здоровое будущее. Травматолог сказал, что можно сделать операцию в Сургуте. Ну, согласился, поехал. 22 человека из Макеевки доставил специальный рейс Минобороны в Сургут. Здесь их уже ожидали кареты скорой помощи. Большая часть отправится в местный травматологический центр. В Югре им окажут всю необходимую медицинскую помощь. Есть несколько военнослужащих, которые получили ранения боевые. Есть пациенты, которые имеют заболевание опорно-двигательного аппарата головного мозга. Кардиохирургические пациенты. Вот, пожалуйста, действующее наше помещение. Ну, сейчас идет ремонт, понятно. Вот ватники, которые мы в голову ставим. Подсушиваем. 16-го года просрочки. Пожалуйста. Вот эта вот коробка все просроченная. Она нам все выдает и говорит, чтобы мы это все использовали. Вот, пожалуйста, помпы. Вот они, помпы, которые мы ставим детям. Сейчас посмотрим, какие они просроченные. А тут коробку убрали, не видно. Ну, ладно, сейчас найдем. Вот, пожалуйста, вентрикулярные катетеры. Целая коробка. Вентрикулярные катетеры поднимаются с подвала. В 12-м году они еще просрочились. Здесь мы эти катетеры ставим детям. Не ставить мы не можем, потому что нас принуждает старшая сестра Иоио. И также главная в курсе. Вот так мы работаем. 21-й век на дворе. Вот, смотрите, сейчас покажу. Мне удобно, может быть, сама снимаю. Вот я их разложила, так сказать. С 11-го года просроченный вентрикулярный катетер, который мы устанавливаем детям. Устанавливаем детям, а списываем их как новые. Пожалуйста. Пользуемся параформалиновой камерой. С формалином работаем. Вот так у нас происходит стерилизация. С формалином губки гемостатические. Шумный материал, губки, которые одноразовое использование. Нас принуждают для того, чтобы экономить. Потом мы все пропитанное формалином ставим человеку. Я считаю, что это не является нормой. Доказать я это не могу. Мне никто не верит. Также вот шумный материал. Стоит на стеллаже. Пожалуйста. Просроченный. Якобы берутся бакпосевы. И дальше мы работаем. Но бакпосев берется только одного. Одной штуки из всего наименования. И они утверждают, что 6 месяцев срок годности с даты посева. Вот так вот мы работаем. Также вот опять же эти скальпеля. Все то же самое. И все так вот. Из 6 операционных и везде все одно и то же. На коробке даты 22-й год. А прозрачен он в 18-м году. То есть полное несоответствие. Плохо видно как-то. Вот в 18-м году. А на коробке написано, что 22-й год. Вот наша действующая. Первая операционная. Заходим. Сегодня 2-й, 10-й. 21-й год. Вот она операционная. Вот она тележка. Просрочен обшовный материал. Когда приходит комиссия, мы ее вывозим и прячем. А так мы работаем. С просрочкой. Прямо вкладную. Вот, пожалуйста, викрил. Викрил сейчас покажу. Вот с 14-го года просроченный. То есть уже 5 лет он как просроченный, мы им работаем. С 16-го года. Вот, пожалуйста. С 16-го года. Ну, это такая свежая просрочка. Есть и хуже. Все поднимается с подвала. И все мы этим работаем. Также на стеллажах везде вся просрочка стоит. Когда комиссия приходит, мы это все выбираем. Вот якобы берутся бакпосевы. До 20-го года, до 20-го, до июля. А так это все глубоко просроченный шовный материал. Так же лезвие внутри коробок. Вот, 18-м годом просроченный. Лезвие. А коробки стоят как будто нормальные. А лезвие просроченное 18-м годом. Вот, пожалуйста. 06-е, 18-е. И просто ставим в коробке. Нас принуждает работать так, потому что мы не можем по-другому. Еще раз вам напомню. 2 октября 2021 года. Бюджетное учреждение Сургутская клиническая травматологическая больница. Прошелный материал. Вот этот шовный материал мы используем для шитья сосудов, нервов и так далее. Вот, например, пролен 6.0. Просроченный в 11-м году. 10 лет. Мы им шьем, пользуемся. Никаких бакпосевов никто не делал. Дальше. Вот, с 18-го года просрочки. Ну, это уже более-менее. Вот, с 13-го года просрочки. С 19-го. С 14-го года. Плохо видно. Ну, вот, с 14-го года. С 4-го года. 2004-го. Дермалон. 2004-го года просрочки. Представляете, чем мы работаем? Это ужас. Такой работаем и с детьми, и со взрослыми. А выхода у нас нет. Нас к этому принуждают работать. Таким шовным материалом. С 2004-го года. С ума сойти. Я бы, например, не хотела, чтобы моему родственнику или мне шили таким шовным материалом. С такой глубокой просрочкой. Это ужас. А другого, как бы, мы не можем противостоять нашей старшей сестре. И главное, потому что они принуждают нас это делать. Они не дают другой шовный материал. Хотя склады забитые вроде как. Операционная номер 4. И заходим. Такая же картина. Вот пара формалиновая камера стоит. Плохо что-то видно. Напомню, 2 октября 2020-го года. Так же происходит вот такая стерилизация. Шовные губки. Различные. Потом все это идет в организм человека. Мы экономим. Нас принуждают экономить. Так же и весь шовный материал. Все то же самое. Все то же самое. До 2023-го года. Якобы посевы берутся. Все просрочка. Вот, например, берется посевы. Пишется, что он до 27 ноября 2021 года. А на самом деле он просрочился 7 июля 2020 года. То есть уже полтора года. Так вот тоже пишется. До декабря 2021-го якобы брали посев. А просрочился он 7 июля 2020 года. Все это стоит в действующей операционной. И все широко используется. Напоминаю, 2 октября 2021 год. Вот мы ввели вот такой список. Какой шовный материал мы отправляем на бак посев. Вот смотрите. Отправляем, сеем и заново пользуемся. Список не успели выкинуть. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вторая операционная. 2 октября 2021 года. Заходим. Действующая операционная. Вот, пользуемся просроченным шовным материалом. Якобы берутся бак посевы. Вот, например, указывается, что он до 12-го, 21-го года. А на самом деле он просрочился еще 7 июля 2020 года. И так практически со всем шовным материалом. Вот практически со всем. Вот готов. К срок годности бак посев от 3-го июня. А просрочился он 7-го июля. То есть бардак полный. Всем без разницы. Старшей сестре без разницы то, что происходит в блоке. Это все идет в организм человека. Вот параформалиновая камера во второй операционной. Пожалуйста. Происходит стерилизация. Это, смотрите, ручки, гемостатические губки, шовный материал. И все это потом устанавливается, прошивается в организме человека. Все это пропитано формалином. Формалином 37%. 37%. Представляете, что вообще происходит? Я считаю, что это убийство человека. Ну, я ни до чего не достучалась, ни до каких органов и структурных подразделений обращала в прокуратуру, в трудовую инспекцию, в департамент, к губернатору Комаровой. Ну, все дают отписки. Вот перчатки, пожалуйста, стоят на подоконнике. Здесь еще нормальный, кстати, срок до 22-го года. Ну-ка, внутри коробка может быть и нормальная. А внутри может быть ненормальная, как у нас все происходит. Сейчас посмотрим. Нет, это нормальный срок. Но почему-то стоят хранения на подоконнике. Стоит у нас. Хранятся они у нас так. Никому до этого дела нет. Также вот скальпеля. Вот, до 22-го года использование. Плохо видно как-то. Вот на коробке указан 22-й год. В коробке. Это все просрочка. В коробке они просрочены еще 18-м годом. Вот, наверное, плохо видно. Сейчас покажу. Как-то он даже не 18-м, а 16-м годом он просрочен даже стоит. А нет, 18-м. Еще раз напоминаю, 10-е октября 2021-й год. Никаких запретных знаков о том, что фото, видео, съемка запрещена, нет. Нигде. Абсолютно посмотрите. Никаких предупредительных знаков нет. Чтобы меня потом не обвинили, что я снимала все это незаконно. 10-е октября 2021-го года. Нигде нет. Ни по коридорам. Нигде. Так, напомню. 10-е октября 2021-й год. Вторая операционная. Что у нас произошло с шовным материалом? Значит, у нас пациентов нет. Я не нарушаю ничьи права. Значит, всю просрочку убрали. Всю ночь вывозили в склады. Не знаю, может, куда-то еще вывозили. Всю просрочку поубирали. Так, скальпеля тоже почистили, смотрю, поубирали. И о... И... Работали всю ночь, убирали всю просрочку. Но скальпеля вот не поуберяли. Вот, например, 2018-го года просрочка. Так и стоит 6-го июля. Камеры формалиновые так и стоят. Шовный так и лежит в раскрытом виде. Формалин так стоит 37%. А еще самая интересная история. Теперь вот у нас инструмент ЛИГАШУ. Одноразовый инструмент. Это режущий коагуляционный инструмент одноразового применения. Вот этот ЛИГАШУ у нас перестерилизовывается уже несколько раз. Используется он для ВИЧ-инфицированных. Вот мы подписываем за ВИЧ. Уже раз седьмой, наверное, восьмой перестерилизовывается. И мы его открываем только ВИЧ-инфицированным пациентом. Неважно. Даже со слов пациента. Если человек говорит, что он ВИЧ-инфицирован, но нет никаких подтверждающих документов, мы даем вот этот инструмент. Весь предел полный. Вот. Одноразовый инструмент. ЛИГАШУ. ЭКОНОМИМ. Так. Садняя сторона операционного блока номер один. Там идет ремонт. Никаких обозначающих знаков о том, что видеосъемка запрещена. Нет. Также нигде их нет. По блоку. То есть, снимая это видео, я не нарушаю права пациентов. Так. Также вот в операционных, пожалуйста, нигде запрещающих знаков о том, что я не могу вести видеосъемку, нету. Пожалуйста. Операционная номер два. Операционная номер четыре. Зайдем в четвертую операционную. Здесь тоже никаких знаков о том, что видеосъемка запрещена. Нет. Абсолютно. Пациентов нет при моих видеосъемках. Личные права ничьи не нарушены. Все видео снимались для того, чтобы скрыть преступление. Других целей у меня не было. Вот опять же, еще раз. Параформалиновая камера. Четвертая операционная. Посмотрим, что здесь. Здесь все то, что она. Гемостатические губки. Ручки и так далее. Весь шовный материал, здесь убрали. Остался материал с хорошим сроком. Слава Богу. Так, напомню. Значит, сегодня 28 января 2022 год. Суркутская клиническая травматологическая больница. Бюджетное учреждение. Вот шовный материал, который я говорила, был просроченный. Я его вытащила с первой операционной. С коробок. Так все и лежит. Между хорошим шовным материалом. Беспредел. Так, бюджетное учреждение. Суркутская клиническая травматологическая больница. Второй блок. Девятая операционная. При проверке наши главврачи, главные сестры, старшие сестры, утверждали, значит, прокуратуре, следственным органам, что они никогда не закупали викрил. Закупали. Доказываю. Вот. На стеллаже стоит викрил. Викрил. 3.0. До 23-го года. 10-го октября. Сегодня 31-го января 2022-го года. Закупали викрил. Вот. Всему этому есть доказательства. Я нахожусь в операционной. Так, напомню. Сегодня 31-го января 2022-й год. Операционная номер 2. Хотела бы показать инструменты, которыми мы работаем. коагуляционный шнур и пинцет ремонтированы на 10 раз. В 2020-м году у нас получил ожог пациент четвертой степени. Из-за этого уволили санитарочку. Ее признали виновной в неисправности аппаратура. Вот, что происходит. Вот. Все изолентой заделано. Это расходный материал, но мы их отдаем на ремонт. Метехники нам делают изоляцию. Это электрооборудование, которым в таком состоянии работать очень опасно. Вот это красное, это тоже изолента. Срок годности. Вот недавно он простерилизован. Сирадовская упаковка, плохо видно. 1-го. 23-го на 1-го, 22-го года. То есть год он стерилен. Хочу напомнить, что сегодня, 16 февраля 2022 года, бюджетное учреждение Сургутская клиническая травматологическая больница. Я зашла в инструментальную комнату операционного блока номер 1. Хочу показать следующее. Вот тут у нас стоит такая морозильная камера. Вот. На этой камере указаны график разморозки морозильной камеры и обработки. В этой морозильной камере у нас хранятся кости. После трепанации черепа. Сейчас покажу. Это самые настоящие кости. Которые замораживаются. Которые замораживаются. После трепанации черепа с той целью, чтобы потом ее установить назад. Для того, чтобы сэкономить на титановых пластинах. Чтобы вы не сомневались, что это кость. Это самая настоящая кость. Человеческая. Трепанация черепа. Что происходит в нашем бюджетном учреждении. Является ли это законным. И соблюдается ли правило хранения и условия. И в каком виде это потом устанавливается. Никаких рекомендирующих документов мы не видели. Вот они хранятся в таких корзинах. Обычных. С фикс прайса. Напомню, что сегодня 2 мая, 22 год. Шкаф для хранения медицинских расходных материалов. Вот опять просроченный вентрикулярный катетер детский. Так, вот шкаф номер 10. В котором была обнаружена просроченная нейрохирургическая система. Которую я снимала в утреннее время. Лежала она вот на этом месте. С сосудистыми протезами. Вот они еще нейрохирургические системы. Они здесь в этом шкафу и хранятся у нас. Вот она, это сама система, про которую я заявляла. Срок годности ее закончился 30 апреля 22 года. Вот я ее изъяла из коробки. Вот вентрикулярный катетер сам. И помпа. Предназначена для дренирования желудочков головного морга у детей. Вот она, сама данная система. Сейчас мы ее опечатывать будем. Помнить, что сегодня 20 февраля 2022 года. Бюджетное учреждение Сурвудская клиническая травматологическая больница. Хочу вам показать, какими дрелями мы работаем. Вот дрель в Макита. Это держится шуруповертом, который закупается в обычном строительном магазине. В паспорте его не указан даже метод стерилизации. Простерилизован он, она, эта дрель, 20 ноября 2021 года. Вот дата стерилизации. Также к этой гриле идет батарейка Макита. Это не является силовым оборудованием, которое закупается в магазинах специализированных. Эти дрели закупаются у нас в обычных строительных магазинах. Сейчас я вам покажу, что хотела показать. Посмотрите, вот она вся ржавая, проржавевшая. Когда мы туда ставим сверло, вот эта вся ржавчина летит в рану пациента, потому что эти дрели не предназначены для работы, не применяются в операционных, для проведения хирургических операций. Это довольно-таки дешевые дрели, как я уже сказала, то есть обычные шуруповерты. Я так подразумеваю, что наша больница просто экономит, закупая их в строительных магазинах. Вот, пожалуйста, вот контроль стерильности, что эта дрель стерильна. Необходимо запросить паспорта и посмотреть, рекомендуется ли стерилизация данных шуруповертов. Таких дрелей у нас две. Вот еще здесь одна. Это Бош. Является также обочинным шуруповертом. Открывать не будем, но пригодится на операцию. Также все коррозировано. И при сверлении это все попадает в рану пациента. Простерилизована она 18 ноября и годно до 19 ноября 2022 года. Вот к ней батарейка идет. Бош. То есть мы вместо того, чтобы покупать силовое оборудование, которое стоит достаточное количество денег, покупаем обычные шуруповерты. И лечим людей. Широко они используются при травматологических операциях, хотя они очень неэффективны. Еще раз повторюсь, что для их стерилизации в паспорте не указаны ни методы стерилизации, ни проведения проб. Ну то есть это не специализированное оборудование. Этим все сказано. Напоминаю, что сегодня у нас 6 апреля 2021 год. Вот я заявляла о дрелях, которые у нас в Эперблоке мы работаем, пациентов лечим, со строительных магазинов. Комиссия мне сказала, что у них они могут, можно ими работать в медицине. Это обычные дрели с строедвора. Вот они их попрятали. За стеллажи. Вот Макита, которые стоят сейчас в операционных. И вот они тут, еще спрятаны материальные ценности. Среди грязи маски, шапки и бахилы. Вот похоронятся материальные ценности. Пожалуйста. Также вот они здесь стоят на зарядных устройствах, эти батарейки, вместе с специализированными батарейками, которые подходят к силовому оборудованию, который предназначен для проведения оперативных вмешательств. В отличие от этих шуруповертах. Дмитрий Александрович, представитель Голочевской републики Хондоманский конкурс, мне поручил передать вам благодарность за высокопрофессиональную организацию лечения больных, сердополия, человечность, целеустремленность, собранность, железные нервы, веру в лечении больных в себя. Дай Бог вам крепких миров и здоровья. Удачи и успехов!